Оздоровительный отдых детей под угрозой. Федеральный бюджет прекратил выделение регионам средств на организацию летнего отдыха. Как пройдет, оздоровительная кампания в условиях финансового кризиса обсудили на заседании регионального правительства. Размер федеральной субсидии для нашей области составлял 58,8 миллионов рублей. Восполнить образовавшуюся финансовую брешь за счет региона сегодня очень сложно. Тем не менее, основную долю затрат, а именно 88% от общей суммы расходов на организацию детского отдыха несет областной бюджет. На отдыхе детей денежные трудности никак сказаться не должны, уверен глава региона. Важным в восстановлении финансовой бреши станет привлечение внебюджетных источников финансирования. По нашим прогнозным оценкам, порядка 22 миллионов рублей привлечено будет с учетом того, что будут еще вкладываться предприятия и организации. Ну и третье, мы, коллеги, нужно признаться, что досель не в полной мере использовали различные вариативные формы организации отдыха детей. Этот год, в общем-то, не позволит нам и дальше проявлять подобную пассивность. В этом году изменены условия взимания частичной платы за путевки с родителей, не относящихся к ольготным категориям. Ранее размер частичной родительской платы составлял 10% от стоимости путевки. Теперь сумма родительской платы будет заниматься дифференцированно в зависимости от среднедушевого дохода семьи и составит от 10 до 30%. То есть наиболее обеспеченные семьи будут в большей доле участвовать в организации отдыха детей. Для предприятия и организации размер стоимости путевок не изменится и составит 50%. Цены на путевки в этом году сохранены на уровне прошлогодних показателей. 10 тысяч рублей для загородных лагерей, 15 тысяч для оздоровительных. Павел Коньков отметил еще одну проблему, которую необходимо решить. Везде стараемся бороться с очередями. У вас же в день выдачи путевок столпотворение. Имеем структуру МФЦ, имеем другие формы работы. А что собирается вообще департамент с очередями делать? Начальник департамента соцзащиты Марина Кабанова отметила, что проблема активно решается. Уже увеличено количество рабочих мест операционистов. Мы ввели электронную очередь и где-то 40% родителей уже подавали свои заявления через региональный портал. Но так как это было первый раз, поэтому дублировалось несколько. Так как уже опыт получен, все-таки очередь будет меньше. Павел Коньков отметил, что его не устраивает уменьшение очередей. Необходимо полностью их ликвидировать. Муниципалитеты получили задание организовать максимально разнообразный и в то же время бюджетный оздоровительный отдых. Чем больше детей будут ходить в походы, посещать экскурсии и слеты, тем лучше. Чиновники отчитались перед губернатором о новых формах работы, организации и профильных смен. На базе второй областной спортивной школы будет открыта тестовая площадка по апробации норм ГТО. 20 подростков в возрасте от 13 до 17 лет в течение 21 дня будут готовиться к сдаче нормативов программы ГТО по своим ступеням. По итогам этой смены все ребята получат удостоверение участников об операционной программе норм ГТО на территории Ивановской области. 89% оздоровительных лагерей дневного пребывания уже готовы к приему детей. В остальных проводится проверка на соответствие помещений и санитарно-эпидемиологическим нормам. Никак не позволительно нам с вами снижать санитарно-эпидемиологические требования к нашим детским оздоровительным учреждениям и вопросы безопасности. Их мы должны решить в любом случае, в любом варианте. Альтернативы здесь нет. По вопросам организации детского оздоровительного отдыха на базе аппарата уполномоченного по правам ребенка будет организована горячая линия. Телефон для обращений 28 13 28. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.